Ну что, друзья, всем большой привет, с вами, как всегда, я Булат и мой друг. Давай уж покажись в кадре, потому что... Здравствуйте. Представься. Я Михаил, мне 15 лет, я местный... Ну, это не обязательно было. Короче, в общем, он купил новый телефон, я решил записать на него обзор, то есть он уже когда его купил? Две недели назад. Да, две недели назад. Xiaomi Redmi Note 7, это такой самый топовый телефон, потому что он реально уже, он популярен тем, что он просто легендарный. В линейке Redmi Note очень мощный, хороший процессор, хороший аккумулятор. Сейчас, короче, мы его будем обозревать, поэтому все, поехали. Ну что, друзья, короче... Будем распаковывать. Нет, это лишнее. Смотрите, вы сейчас видите этот телефон, он уже, к сожалению, тут получил какую-то трещину или что это такое. Я не знаю, в общем, эта пленка у него такая дешманская, он ее за 700 рублей купил, но в итоге какая-то плохая оказалась. Дешманская. Скажи, как быстро у тебя разблокировался телефон по сканеру, отпечатка пальца, смотрите, вот. Раз. Нормально. Давай еще раз, давай, давай пробуй ты, давай чисто держи телефон, я буду с удостоверить. Смотрите, в общем. Вот он нажимает, скорость чекайте. Оп. Полсекунды где-то, примерно. Давай еще раз, последний раз. Так. Ну, в принципе, годно, годно. Также он здесь скачивал PUBG и на ультрах вообще спокойно тянет, поэтому, друзья, кто хочет себе, ну, такой телефон в качестве игр, то, в принципе, может использовать. В общем-то, бюджетный телефон на 14 тысяч. Поэтому, вот смотрите, давайте зайдем в AIDA64 и чекнем, что у него тут по процессору, что по начинке. Qualcomm Snapdragon 660, можете увидеть сейчас сами, в принципе, вот. По 14 нанометрам сделан технологический процесс, в принципе, хороший. Число ядер 8, ну, блин, сейчас все идут такие телефоны, разумеется, поэтому что тут говорить. Батарея здесь на 4000 мАч, и это реально хорошо. Быстрая зарядка также поддерживается. Есть здесь инфракрасный порт. Также 3,5 мм джек китайцы оставили, молодцы, респектуем. USB Type-C здесь уже идет, и, блин, это реально топовый телефон, пацаны, просто реально топовый. Что тут еще сказать? А, вот зарядочка, кстати. К сожалению, я не знаю, он коробочку немного тут не смог ее найти, поэтому, вот. Здесь знаки сертификации, не выбрасывайте, а утилизировать. Вот, поэтому так. Камера здесь, я не знаю, будем показывать, не будем, но давайте зайдем, что тут по камере. Тут написано, что она 48 мегапикселей, вот тут написано, я не знаю, верить, не верить им, конечно. Я, ребят, не знаю. Да, вряд ли, вряд ли. Ну, ладно, давайте зайдем в камеру, в принципе, и посмотрим, что по снимкам. Давайте, допустим, я... Сейчас я попробую сделать снимок из веб-камеры. Так, вот я сейчас зайду на веб-ку. Вы сейчас будете меня видеть. Вот, и давайте я сейчас сниму... Покажу, как выглядит. Ну, здесь свет просто не... Так, все. Сделал, и... Ну, да, качество снимков, конечно, я не знаю. Давайте чекнем по видео, что у нас по видео. Как можно записывать видео, в каком формате. Так, Full HD 30 FPS. Ну, это, в принципе, телефон не флагман, поэтому к нему придраться вообще не к чему, я считаю, и все четко. Вот. Также здесь AMOLED экран... Ой, AMOLED. Какой AMOLED? IPS. Чем преимущество у AMOLED от IPS? Тем, что он очень яркие цвета имеет, а IPS, он безопасен для защиты глаз. Вот. Поэтому, у кого, в принципе, прям вот плохое зрение, берите IPS. Этот телефон для вас подходит. Вот. Тут две камеры. А что тут широкоугольная камера? Покажи, кстати. Широкоугольная камера я сам даже не разобрался. Вот. То есть, тут две камеры, ребят, но у меня телефон с одной камерой, поэтому... Сейчас. Я сам не знаю, серьезно. Тут много режимов, но, как видите, ну, телефон реально... Собственно, да. Так. Очень много всего. Не, я не могу найти. Тут сложно, но съемка даже можно, короче, вот этим можно. Также есть поддержка жестов. Покажи, как жесты работают. Да, жесты. Смотрите, вот, то есть, вы нажимаете просто так, оп, и выходите из приложения. Также, если хотите очистить меню многозадачности... Ой. Нет, надо задержать. Так, вот так. Блин. Ну, короче, сложно. А, вот. Мне просто телефон обычный, поэтому мне вообще сложно, посмотришь. Вы понимали? Очень сложно. Но, как вы понимаете, я уже коплю на вот этот Mi 9T Pro, и я вам сразу скажу то, что вот я сейчас пользуюсь этим телефоном. И чекните, тут стеклянный корпус. И это очень круто. Также у нас еще чехол был, да, в наборе? Какой чехол? Xiaomi молодцы в том плане, что они реально чехлы оставляют. За это им респект, пацаны. Это, ну, хотя бы самый дешевый, но, блин, ну, в заводе сразу же такой дают. Это реально круто. Китайцы молодцы, потому что чехол в любом случае нужен, что бы ни было. Вот, телефон ведь новый. Поэтому, блин, что сказать. Телефон крутой. Стоит тут, кстати, MIUI десятка. Вот. Если посмотреть о телефоне. Вот. Redmi 7. Почему-то Redmi 7 пишется. Хотя Redmi Note 7 здесь. Вот. Поэтому. Кстати, версия на себя 4 гигабайта. И в России сейчас такой телефон за сколько ты покупал? Я покупал за 14. За 14 тысяч. В Алиэкспрессе можете за двенашку найти. Ну, телефон реально хороший, годненький. Вот. 4 гигабайта оперативки. Это годно, я вам так скажу. Очень годно. В принципе, был такой быстрый обзор, ребят. Надеюсь, что вам понравился. Я особо не разбирался в обзорах. Но надеюсь, что вас вот этот вот телефон завлек каким-то вашим, не знаю, чем. Какие преимущества здесь? Хороший процессор. Хороший аккумулятор. Есть инфракрасный порт. 3,5 миллиметра. Джек есть. Да. Поддержка жестов. USB Type-C порт. Это вообще четко. Безрамочный дисплей. Full HD плюс дисплей. Это круто, ребят. На этом все. Надеюсь, что вам этот ролик, ребят, понравился. Ребят, перед тем, как закончить, хочу вам сказать. Есть ли тут минусы? Единственные минусы это такие. Есть небольшая реклама, она влезает. Но ее можно как-то отключить. Надо посмотреть видосы в YouTube. Вот. Еще один минус. Почему я все-таки не покупаю именно этот телефон? А потому что тут нет NFC. Вот даже в этом стареньком телефоне, через который я сейчас для вас записываю ролик, в нем есть NFC, а здесь, к сожалению, нет. Я не знаю, почему к Xiaomi. Добавьте уже в линейку Redmi NFC. Ну, серьезно, вы что? Поэтому, пацаны, это единственный минус. Надеюсь, что вам ролик реально понравился. Если хотите больше обзоров на смартфоны, то пишите в комментариях, ставьте лайки. Телефон крутой, как видите, вот, реально четкий. Всем рекомендую. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok